да это был реально легендарный стрим который во первых побил все рекорды по онлайну в снг это более 700 тысяч зрителей плюс также это был самый крупный проигрыш мэла за один стрим это были покупки фита моргана с кизару и дрейком откровенные разговоры и инсайды и еще много всего интересного произошло за эти три часа поэтому если вы не видели стрим каким-то образом его не смотрели или вам лень смотреть три часа то я в этом ролике покажу самые интересные моменты которые мы обсудим а также рассмотрим еще и другие последние новости рэп-индустрии поэтому приятного вам просмотра ну а мы начинаем если хочешь найти огромный выбор стильных кросс и за это не переплачивать то тогда рекомендую годный магазин кроссовок и одежда это hustle.rf у хасла в обоиме более 3000 кроссовок и все это в наличии редкие и эксклюзивные модели которые ты не найдешь других магазинах а материалы качество не уступает оригиналу на сайте куча реальных отзывов покупателей которые ты можешь сам проверить а самое главное у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении также только для моих подписчиков действует промокод в тренде который дает 15 процентов скидки на весь товар и да ссылка будет как всегда в описании и так вчера прошел легендарный стрим мил строя и маргенштерна за 1 миллион долларов да началось все с того что мил предложил постримить вместе казик на что лишь ответил да я согласен вот сейчас я в аэропорту турции если ты мне прям сейчас скидывай шлям на счет то я лечу к тебе либо если не скидывай что отмена ну результат вы сами знаете у него сейчас выбор стоит либо учат в эту минуту вылетает получится в казахстан он очень в аэропорту стоит либо я ему прямо сейчас закидываю миллион баксов но помимо этого ляма морген на стриме залутал еще и 150 тысяч наличка и также развел мела еще и на роликсы причем не одни сначала мл сам ему подарил часы спасибо ребят на новых роликсах уезжаю по размеру а затем морген еще выпросил и вторые роликсы которые были уже мало на руке но помимо вот этих всех подарков во время стрима мы еще узнали много интересной инфы например вот за какие деньги морген готов был бы пререкламировать казино этому я тебе тогда и сказал от 100 миллионов долларов я буду разговаривать то что я знаю себе цену я знаю что за это 100 миллионов долларов я приведу столько людей что как они отопьются как них пока а также мы узнали что алишер еще планируют в будущем снять свой первый орна клип ну вы понимаете о чем я и поэтому отказал мэлу в том чтобы показать свой ху на стриме меньше чем за 5 лямов баксов при этом мэл как бы готов был купить моргена за такую сумму если бы они поднялись только бабок во время стрима вот почему я например 1xbet тот же взял только вот вот сейчас потому что дошел до нужной цены и хуй я если сейчас покажу за 500 тысяч то потом его показывать будет неинтересно а я планировал снять свой первый порт понимаешь когда вот там показать свой хуй но если мне сейчас залетит пятерка этот порно клип мой хуй будет здесь и до деньги деньгами но давайте перейдем к самому интересному это рэперы да на стриме было два интересных момента первый момент это когда алишер с аккаунтом устроен написал дрэйку и они хотели предложить ему 1 миллион долларов за пицца ли шером отдавать миллион долларов не весело если бы за если бы за что-то вот например давай дрэйку позвонить реально давай ему предложим лямбаксов за то чтобы он куплет отписал вот за это я готов отдать лямбаксов а зачем поговоришь по-английски да да давай а напиши ему скажи давай давай я ему напишу отдавая по-английски напишу у нас типа 700 тысяч онлайна у нас рекорд залетайте по на созвон просто поговорим ну а второй момент это когда также мы строим орден готовы были купить еще пицки зару за полтора миллиона баксов причем интересно да что дрэйку хотели предложить миллион а водки зару стоит дороже целых полтора правда у мела было всего лишь одно условие это то что он появится в их совместном клипе всего на одну секунду давай прям сейчас купим у кизару фит со мной давай звони 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 не звать в миллион долларов за готов лям заплатить или полтора полтора миллион долларов за фит со мной прям сейчас кизару напиши полтора ляма зелень прямо сейчас перед но но я в этом клипе значит сделали так я появляюсь ровно одну секунду окей но увы во время именно прямой трансляции что дрэйк что кизару ничего не ответили а это было бы очень интересно посмотреть на их ответы плюс также морген звал еще монстрой полететь с ним на съемки клипа и там принять ему в нем также участие полетели со мной спроса на съемки и будем там крутить бля если мы а если если я там ну как бы в этом съемке клипа бутылки вина просто буду пить на фоне кстати я предлагаю тебе сняться вполне камео так полетели завтра с нами джен заказал но увы монстрой отказался данных съемок по логичной как бы причине нельзя в казахстан у кого уголовка в россии поэтому увы да из-за проблем с законом мэл не сможет попасть в казахстан и сняться в новом клипе али шера ну а также еще романом спалил на стриме что там уже готова какой-то графики в честь мол строя имел хотел показать то на камеру но увы али шер запретил ну и конечно была затронута еще тема с бустером и делары первых как и завещала делара сейчас напомню что именно ты должен просто сидеть стримить заплатить эти 2 миллиона какому крутому артисту чтобы он это время стоял сзади и выступал они просто на тебя подписался да именно как она и говорила так и сбылось причем с али шером который не один раз исполнял песни в живую для мэла есть все как дела развещала купил себе артиста он на фоне играет бэм-бэм-бэм но самый жесткий момент был именно с бустером gmail пояснил почему он его стебет и постоянно оскорбляет расскажи мне почему ты добывался да тему сменим потому что именно поэтому типа я я знаешь я я для него настоящий зритель нахуй его потому что пидор потому что стал сам знаешь кем типа я я я хочу дать мотивацию бустеру чтобы это работала чтобы это толка целом это все самые интересные моменты да были еще конечно всякие мемчики и пародии ну а также была еще минутка откровений и грусти от молстроя который признался что у него нет друзей и что он может неделями не выходить из дома так как боится улицы и в целом контактировать с людьми ну и насчет его менталки а также стрима высказался еще известный стример каша который не верит правдивость этого рекорда и говорит что все это было просто накрутка 600 тысяч зрителей у молстроя на данную секунду честно сказать вот если и правду матку рубить но у моргенштерна твиче 7к онлайна хотя на вич гораздо больше аудитории я очень сомневаюсь то что у молстроя реальные зрители прям да и честно говоря ну не похож на 600к онлайна похож на мои нищие сейчас но знаете насчет комментарии почему их было мало я могу сказать так не у всех есть аккаунты на кике но во-вторых об этом стриме сказал каждый паблик каждый новостной фон был забит этим инфоповодом поэтому лично я верю в такой онлайн все-таки как говорит каша если бы все стримеры запустят стрим то такого онлайна не будет и это правда потому что это не интересно было бы массовому зрителю twitch смотрят на самом деле не так много людей но относительно а вот моргена и мэла сейчас знает каждая собака и читая во всех пабликах что у него будет совместный стрим это логично было бы увидеть такую цифру поэтому поздравляю что лишь эра что мела с рекордом это реально был легендарный стрим который по традиции закончился еще тем что мы у показал свой прибор так сказать последние секунды стрима и это вроде бы все как мне кажется самые интересные моменты вам показал и хотелось бы конечно продолжение узнать переписки там с дрейком или с кизару но я думаю что эти ребята еще по стриме вместе сделают точно еще что-то интересно и хайповое ведь этот коллапс супер сильный но вы дайте знать комментариях что вы думаете об этом стриме и хотели бы продолжение такого шоу а также продажного фита с кизару но мы пройдемся по другим новостям их было мало да но они есть во первых завтра выйдет альбом кай энджела год систем это будут какие-то невероятные фиты вроде как но с другой стороны кай заявил что конкурентов у него в снг нет как и рэперов которым как бы восхищается а также фараон судя по его ответу на комментарии также понятия не имеет кто такие вайперы хотя это может быть и стёп но фару лично я не жду на этом релизе зато вот его бывшего коллегу бульвара депо я жду правда не на год системе а просто на площадках ведь он анонсировал новый сингл ну и также еще арни за анонсил новый альбом и сказал что это будет не и и language 3 а что-то другое что нас прям супер удивит и разорвет я думаю что он будет там просто как артиста не как битмейкер но посмотрим целом по новостям это все да стрим кратце разобрали посмотрели последние новости и анонсы обсудили поэтому ребят до новых встреч подписывайтесь на канал чтобы оставаться в тренде всех последних событий